Здарова! Новость про ветеранов. Каждый год на параде с Путиным сидят защитники нашего Отечества. Так вот, в этот раз около 80 героев Великой Отечественной войны изолированы на две недели перед парадом, чтобы они случаями заразили нашего мистера-господина. Правда, мне кажется, это недостаточно. Мощная мера предосторожности. Надо еще купол защитный организовать на манер папу-мобиле для ультрабезопасности. Чтоб без напрягов и с полным комфортом оттуда для народа сиять, как... Светочек Аленька. А теперь новость, которую я назвал Турбо-судья. Нет, не этот. Наш судья из Татарстана по имени Ленар Хасимов. И знаете, какая у него суперспособность? Он очень, ну прям очень быстро рассматривает протоколы о нарушениях режима самоизоляции. За какие-то жалкие полчаса он обработал целых 111 штук. Это примерно 1 в 16 секунд. К сожалению, видео с процесса не было, но я примерно представляю, как это выглядело. А я срежу! Как выяснилось позже, данная категория дел не вызывает сложностей, поэтому рассмотр проходит в таком диком режиме и судья шпарит в условиях очень жесткой нагрузки. Так что, по сути, получается, что судьям сейчас приходится отдуваться за выполненный полицейскими план. Ну, как говорится, протоколы крутятся, ловешка мутится. Нужно больше золота. Уважаемые дамы и господа, вашему вниманию рубрика, в которой исторический персонаж делает обзор объекта из своей эпохи 100-500 лет назад. Буэнос Тардос, Дамос и Кабалерос. Ну или, как говорят у нас в Испании, здорово. Каждый современный человек знает, что Земля плоская. Это факты? Но все же находятся некоторые уникумы, которые решают сломать традиционные устои. Ты сможешь ломать? К примеру, коллега-астроном, который сейчас в темнице, обвиняется в распространении теории о шарообразности Земли. Да что ты, черт побери, такое несешь? По всей видимости, купол его обсерватории совсем поехал от скуки. Безделье это игрушка дьявола, это во-первых. Это ж как же, по его мнению, шар может стоять и не скатываться со спин трех черепах? Ну бред, ну бред. Поэтому, как мне кажется, самое время привести приговор в исполнение. Отпустите его! Я лично облетел Землю и предоставляю вам доказательства того, что она круглая. А ну-ка, ну-ка. Что за... Смотрю, как будто сам лечу. Да, камера мгновенно фокусируется, а разрешение видео в 4К. А как называется эта вещь? Honor 30 Pro Plus. Это очень интересно. То есть, получается, нам того чудака отпустить надо, а этого посадить. Чушь какую несет стража! Землю он облетел. Смех, да и только. До встречи в новых эпизодах сто пятьсот лет назад. Эх, блин, кого только не встретишь на наших дорогах. От различных безобидных зверей и алкашей, перебегающих дорогу до медведя на мотоцикле. Ну такой вот зверя у меня никогда не было. В общем, вы просто зацените, кого поймали всевидящие сотрудники ДПС, пополнив наш список. Я ебу, перевозка пассажиров. Привет. Пассажир нарушает все правила дорожного движения. Почему не пристегуете его ремнем безопасности? Где детская кресла? Ну все. Типок теперь встрял на нихуевый такой штраф размером с непристегнутую корову. Сейчас наряд вызовут, да упакуют нарушителей куда подальше. И мне прям так нравится, как они его вопросами доебывают. Все узнали. И про детское кресло, и про ремни. Но про самое главное спросить забыли. А жопа чего у нее порвана? Не знаю. Из чего полицаи решили, что корова в транспортном средстве может быть уважительной причиной для остановки. Пассажир в машине ведь может быть кто угодно. И листочек, и травинка, и птичка. И знаете, несмотря на всю комичность ситуации, остается один очевидный вопрос. Как Миша вообще туда попал? Бля, закинул я тебе все-таки. Ему, наверное, весь этот блядский переезд совсем не по душе приходится. Мало того, что его везут в крайне неудовлетворительной обстановке. Хуй пойми куда, так еще и мусора тормознули. Ааа, блядь, какая-то хуй у меня. Но вообще Миша ездить непристегнутым недолго осталось. Да и в принципе Миша недолго осталось. Ведь все семейство уже с нетерпением ждет его приезда, дабы поскорее украсить обеденный стол. Давай мясо, давай мясо. А сейчас я бы хотел поднять достаточно интересную тему. Хакерство. И вот судя по следующему видосу, к этой группе лиц нужно относиться уважительно и не бесить их, чтобы они не обрушили на вас свой цифровой гнев. А зачем ты взломаешь Wi-Fi? Он в основном по злости все взламывает. Меня Аня Калашникова взбесила, потому что она меня заблокировала, а я ее хочу взломать. Она тебя заблокировала? Давай сейчас обратимся к Ане, она посмотрит нас. Давай скажи ей, что хочешь. Подожди, она куда? В телевидении идет? Аня, я тебя уже взломаю скоро, если ты меня взбесишь. Понятно тебе, Аня. Не шути с огнем. Ибо Wi-Fi взламывать это тебе не Пентагоны крашить. Не надо злить нас. Хотя, судя по его внешнему виду, он обычный комнатный задрот. И единственное, на что он способен, это хату крякнуть в Майнкрафте. Что, кстати, тоже довольно-таки неприятно. И вы обратили внимание, как он замялся, когда ведущий предложил ему высказаться? Чувствуя, если бы не телек, паренек бы что-нибудь посерьезней выкинул. Аня, я тебя захуярю. А так, в целом, угрозы в сторону Ани выглядят не совсем убедительно. Ну, взломаешь ты, Вафик, а дальше что? Я могу увеличить лампочку. Одного взломанного Wi-Fi маловато, чтобы насолить обидчица. Так что советую ТипКу поискать пару курсов по взлому ВК. Опять, опять придется И нажимать. Ну и, конечно же, не переусердствовать с этой хакерской темой и не сидеть так часто за компом. А то ведь так можно и все дела проебать. Максим, а, я тебя куда оказал? Ехать! За хлином, а что? Так, а что ты сидишь? Давай пошуршал, бегом. Когда за уборку берется бабуля, у грязи не остается ни единого шанса на существование. Ведь страсть к чистоте и вкусной еде прописана у наших бабушек буквально в ДНК. Но вот эта бабуля, которую я вам сейчас покажу, по-моему, перешла все квартирные рамки и расширила границы уборки своего жилища до нереального уровня. Короче, зацените. Бабушка залезла, блядь на этаж. И просто подметает. Вот так вот. И заглядывает в чужой балкон. Что ж там такое происходит? Ну, заодно раз подметаю, заодно и посмотрю. Ну, как вам это залезло? Они еле ходят. Это когда? Капитальный ремонт. Да. Блядь, ну вы только гляньте, куда она забралась. Я, конечно, понимаю, что чистота, залог здоровья, но так и навернуться недолго. Остановись, пока остановка не будет последней. Ну, а так, в целом, вся эта картина выглядит довольно крипово. Правда, по состоянию бабули со стороны особо и не скажешь, что это ее волнует. Ты, блядь, ебно ты, ебно! А вообще, ситуация с бабулей прямо идентична ситуации бычка в тачке. Ну, вот как нахуй она туда попала? Бля, закинул я тебе соль згону. На окне решетка, лестницы нет. Это что, блядь, за чудеса такие? Магия рептилий. И ладно бы она туда просто залезла. Так она ведь рассекает по козырьку, как по беговой дорожке. И это все грибы. И вот знаете, мысль о том, что она ниндзя-шпион, засланный китайским правительством, все никак не дает мне покоя. Чего, блядь? Не, ну а че? Она скользит по балконам и собирает информацию, глядя в окна простых жителей. В общем, я не знаю, на какой должности состоит бабушка, но хочется верить, что она знает, что делает. Ну и че тут еще сказать? Успехов тебе и счастья. Выключай. Ну а теперь рубрика «Поддержи малого», где мы бесплатно оказываем информационную поддержку малому и среднему бизнесу в период кризиса. Итак, первая на сегодня компания под названием DAS из Санкт-Петербурга зайдет тем, кто любит водиться. Ребята занимаются производством и доставкой питьевой воды. Добывается она вдали от мегаполисов в природоохранной зоне. Имеется удобный сервис заказа, хоть через сайт, хоть через приложение, хоть через телеграм-бота. Доставка осуществляется в день заказа. Также для клиентов предусмотрена система лояльности. Далее у нас интернет-магазин рюкзаков Dream Boom Mans. В наличии большой ассортимент рюкзаков на любой вкус, бюджет и задачи. Также осуществляется бесплатная доставка в любой город. И закрывает нашу рубрику проект «Умный Екатеринбург». Ребята занимаются доставкой наборов науки на дом. Это такие наборы с детективной онлайн-историей. Разрабатываются они выпускниками МГУ и не имеют аналогов по формату. Планируется выпуск шести серий, три из которых уже есть в продаже. В общем, ссылки на всех участников рубрики будут в описании. Так что если вам что-то приглянулось, обязательно обращайтесь. Ну а если у вас или у ваших близких есть бизнес, которому может быть полезна вот такая информационная поддержка, оставляйте заявку также по ссылке в описании. Вот вроде только-только мы поговорили про наши дороги вот опять. Да ладно! Только на этот раз мы будем иметь дело с новорожденным жигулечком. Ой, какой малыш! Его, походу, после родов на полицейский полигон везут, где будут дрессировать, пока из него полноценный семерик не вырастет. Здоровенный, здоровенный! Правда, на здорового младенца это вряд ли похоже, так как у него отсутствует пара важных деталей. Ну ничего страшного, на скорость это вроде не влияет. Бесспорно, ему, конечно же, еще рано передвигаться в таком возрасте по дорогам. Но, сдается мне, ни один эвакуатор не согласился вести этот потрепанный кусок шедевра, а Депс не растерялся и взял дело в свои руки. Вот он ездит, душит тут, коробку забыл в спорт переключить. Кстати, про ДПСника. Как по мне, так он вообще неспроста за рулем сидит. Возможно, даже мы лицезреем учебную погоню, в которой участвует новая разработка ДПС. Заболы, хуевы! Тормози, падла! Я вот прям очень надеюсь, что они не забыли оснастить ее по последнему слову техники. И демонстрацию самого главного оружия оно только предстоит увидеть. А не гилетовная пушка! Ну а так-то в любом случае управлять транспортным средством в таком состоянии крайне непросто. Но мы ведь с вами знаем, что в полиции работают профессионалы. Так что даже если машина встанет, он все равно найдет выход из ситуации. Вот пора подвинуть! Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр этого эпизода Плюс 100500. Ну чё, как вам? Заебись или хуево? Если заебись, ставим заебись. Вот, пишем комментарии. Ну такие комментарии можно написать. И ебашьте в колокольце, чтобы ничего не пропускать. Ну а это был Плюс 100500, впереди вас ждет охуительный музыкальный номер. Меня зовут Максим. Пока! Плюс 100500, впереди вас ждет охуительный музыкальный номер. Да нормально, я выделил сейчас, нормально было. А, ведь страсть к тебе... Блядь. А Депс не растерялся и взял дело в свои руки. Руки. Блядь, глаз дергается, сука. Поэтому самое время привести приговор, выспал... Смотри, короче, ты такой появляешься, я говорю, привести приговор, выспал... Приговорю. Да, выспал... Я такой смотрю, ты такой, не-не-не-не-не, сразу же. Да, я скажу, я, пацан. Давай. Поехали. А теперь ты падаешь. Так, съебись теперь. Землю он облетел. Блядь, иди нахуй. Давай заново. Начинаю с движения, так что, ну, не парьтесь, что, типа, не сразу. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ты можешь погромче сказать? Да. Это факты. Можно чуть более? Может, другой рукой, чтобы не закрывать лицо? А он именно это и делает. Я могу просто припустить и убрать. Если так можно. Можем? Да. Это факты. Сейчас, еще раз, тишина должна быть. Это факты. Сделай спритей, блядь, это факты. Ты сможешь ломать? Иди раз. Сделай спритей.